Начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. На ваши вопросы ответят наставники игравших сегодня команд. Это главный тренер команды Уральский Трубник Алексей Жеребков и главный тренер команды Сепсельмаш Олег Чубинский. Комментарий, слава гостям, Алексей Владимирович. Мы все видели, наверное, погоду, которую сегодня препонесла сюрприз. Метель. Снег. Хоккея как такового не получилось. Была борьба с элементами хоккея. Мы не преуспели в этом. У меня все. Олег Александрович. Ну, погоду внесла в свои коррективы, в игру, конечно. Я рад, что ребята после последней игры построились, нашли все силы и поборолись за победу. Я довольна сегодня, да? Вопрос? Александр, такой вопрос к вам. Вот у команды, да, вот это, если бы взять прошлый матч с Родиной, ничего не получалось в плане игры. И сегодня команда видно было, что с первых минут сбежала вперед, то есть создавала моменты. Ну, Евгений Маврин, да, вот в основном, там, в общем, срадала реализация моментов. Когда как-то работаете на реализации, потому что уже не первый матч, даже возьмем Хабаровск, да? Игру с Хабаровском, да, взять. С Иркутском много было моментов, но в сегодняшний матч на реализациях хромает. Не понимаете, моменты эти брать перед досках, на тренировках внутри, но в чем заговорить? А у Григора не получается пока. Вот же себе пенальти, да, когда поставили. Почему Бел Маврин, да, в Чеглов, был в предыдущих матчах, понимаете? Сейчас шаг на пенальти из команды, почему Бел Маврин? У нас их три. Вот они билы. Спасибо. Еще вопросы? По пенальти, да, кстати, второй пенальти и забиваем. У нас, как бы, можешь что-то забивать стабильно? Мы ищем. Мы ищем. Сейчас вот ворот покажем. Братак хорошо сыграл. Ну да. Еще вопросы? Олег Александрович, еще вопрос. Вы сегодня видели игру в первой лиге? Да. Вам понравилось? Моментом, да. Ну, извините, но у Востока, говорят, первый раз на большой лед встал. Так что завтра игра будет совсем другая. Вы хотели бы кого-то отметить? Денис Петров понравился. А, тренер-гостей. Вы у вас цели какие в этом году? В этом году или в этом сезоне? Ну, в этом сезоне, да, конечно, да. Стараться выиграть каждый мяч? Нет, ну, у каждого в принципе такой вопрос. Такая цель. У меня такой ответ. Еще вопрос в твоей лиге будут? Сейчас в команды предстоит сложный выезд, да? Это не то, что не только для нашей команды. Для любой команды Иркутс, Хабаровск, это выезд, это не самый сложный. Как будете настраивать команду для этого выезда? За счет чего команда может какие-то очки туда привести? Миллионит себе, что это будет очень сложно сделать. Настраивать, как всегда, на победу. Только сейчас буду. За счет чего? За счет реализации моментов, я думаю, они будут. И за счет движения. Как-то надо будет команду перестраивать? Там Хабаровск сейчас крытый стадион, все условия идеальны для хоккея, да? Если тяжело было, да? Ну, везде тяжело на выезде играть. Но мы там играли. Ну, что, не слышно, не было. Еще, Олег Александрович, такой вопрос. Вопрос по господину Миронову. Все-таки он играет в первой лиге, но он достойный играть в супер-лиге. Вы не веете его в своей команде? На данный момент, нет? Можно объяснить, почему? Можно. Есть молодые. И они, может быть, чуть-чуть, может быть, они похуже, но если он будет занимать их не время, то они не так скоро вырастут. Все, по-моему. Спасибо. А еще вопрос по поводу нашего защитника, 23-го номера. Тоже в очередь отправляется? Он с удивительной тайм-мел. Если вы... Ну, раз таки смотрят. Ну, и вроде и видят его. Ну, Роман, наш и круг. Ну, в смысле, да. У вас свои видны, конечно, да? И еще вопросы по игре будут. Если нет, всем большое спасибо. Спасибо.